Компания Nissan меняет стратегию на российском рынке. Основная ставка будет сделана на внедорожники и кроссоверы. При этом на ближайшие 4 года перед маркой стоит задача полностью обновить линейку своих моделей. Также ниссановцы запланировали вывести на российский рынок новый электрический автомобиль. По всей видимости, это будет хэтчбэк Leaf. Организовать старт-продаж будет достаточно легко, поскольку модель уже прошла процедуру обязательной сертификации. Более того, небольшой тираж Leaf'ов был недавно закуплен каршерингом Яндекс.Драйв. Но главная новость — грядущий уход марки Datsun. Шесть лет назад под этим брендом в России начали продавать перелицованные Lada Kalin'у и Grant'у. За всё время общий тираж двух моделей составил 130 тысяч машин, а в этом году должна была появиться третья. Долгожданный кроссовер на базе Renault Duster. Однако этого не случится, а выпуск седана OnDo и хэтчбэка MiDo закончится в декабре. Что касается премиум-бренда Infiniti, который также находится под патронажем Ниссана, то ему никакие перемены вроде бы не грозят. Российский офис Toyota получил новую сферу влияния. Помимо нашей страны, а также Белоруссии и Казахстана, московское представительство вдобавок будет отвечать за Армению. Это позволит расширить модельный ряд Toyota и Lexus на местном рынке. Кроме того, новая конструкция бизнеса означает, что армянским дилерам начнут поставляться седаны Camry и кроссоверы RAV4 российской сборки. До конца года Toyota рассчитывает отправить на экспорт 450 российских машин. Прежде обе модели возились из Японии. Смена страны производства позволит не только расширить ассортимент комплектаций, но и разом снизить цены примерно на 10%. Российские дилеры открыли прием заказов на заряженные седаны Audi S6 и лифтбэки Audi S7 Sportback нового поколения. Для нас эти машины будут оснащаться бензиновым битурбомотором V6, который был разработан инженерами Audi и Porsche. Обеим S-кам полагаются восьмиступенчатые автоматы, постоянный полный привод и, учитывая высокую цену, очень богатый набор оборудования.